Как пойдет рисунок, можно просто положить заготовку, обвести карандашом, вырезать и продолжать с этим работать. 25 парней и девчонок, студентов Щелковского колледжа, с увлечением мастерят своими руками елочное украшение. Из куска фанеры, воды, клея и обычной бумажной салфетки. В Щелковском историко-художественном музее проходит мастер-класс по изготовлению украшения в технике декупаж. Декупаж – это технология декорирования предметов, предметов мебели или просто украшений. Достаточно известная технология. Свою историю начинает аж с 12 века. Самый расцвет декупажа пришелся на 15-16 век. В Европе стали украшать мебель с помощью этой технологии. И она вжилась, дошла до наших дней. Серия таких новогодних мастер-классов проходит в рамках Всероссийской акции «Пушкинские дни». Она приурочена к 225-летию со дня рождения нашего великого поэта. Этот юбилей мы будем отмечать в наступающем году. Министерство культуры Российской Федерации запланировало по всей стране образовательные и культурные мероприятия, которые можно посетить по Пушкинской карте. То и самое, что дает возможность школьникам и студентам от 14 до 22 лет бесплатно посещать учреждения культуры. Их культ похода оплачивает государство. Студент Андрей пользуется Пушкинской картой часто и с удовольствием. Нас приглашали в музей, и, в принципе, нам помогла Пушкинская карта. Я ей пользуюсь сам. В основном, кстати, на выставки приезжаю, пользуюсь, оплачиваю. Вот, очень удобное средство для платежи, особенно для молодежи. На самом деле, когда не всегда стипендии хватает на какие-либо цели, а Пушкинская карта помогает нам развиваться, как-то узнавать что-то новое. Что же касается декупажа, то техника эта совсем несложная и доступна каждому. Фанерные заготовки продаются, но можно и сделать самому. Можно взять рисунок с салфетки, а можно распечатать фото друга или близкого человека, вырезать, приклеить клеем ПВА, закрепить лаком и высушить. Такую авторскую игрушку и подарить не стыдно. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.